Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда Михайловна. Я начальник управления соцзащиты. Пришла вас поздравить с вашим юбилеем. Это с ней? Вам, конечно. С вашей... А как же. Скромная, с хорошим чувством юмора и наличием самоиронии. Не скажешь, что Надежде Михайловне исполнилось 90-х. В свой юбилей она за праздничным столом встречает гостей и принимает подарки не только от представителей социальной защиты населения, но и поздравительные адреса от президента России Владимира Путина, губернатора области Андрея Воробьевой, главы Ленинского района Олега Хромова. Это хорошая традиция, знаковая, обязательно. И чтобы наши поколения, наши дети смотрели и видели, как чтим мы память наших защитников Родины, благодаря кому мы живем. Жизнь Надежды Михайловны – реальный сюжет для киноромана о военной и послевоенной эпохе. Великую отечественную она трудилась в тылу, имеет много наград. После войны сразу пошла работать. Ее трудовой стаж более 60 лет, а сейчас она живет в психоневрологическом интернате номер 10, где ей оказывают должный медицинский уход и внимание. Живет она более 20 лет в нашем интернате. Очень активное участие принимала в жизни, в работе нашего интерната. Замечательный человек, прожив такую тяжелую жизнь, оставшись такой она позитивной, веселой и добродушной. Вы знаете, это не каждому дано. Персонал интерната Надежду Михайловну очень любит. Она часами может рассказывать интересные истории жизни. У нее феноменальная память, в которой сохранились все перипетии непростой судьбы. А секрет ее долголетия прост – меньше нервничать и больше есть меда. Вот я до сих пор ем мед. Я вообще еще пока ничего не забыла, ничего не теряю. Слава Богу. Ешьте все мед. Мозги очень хорошо питаются. Для Надежды Ивановой интернат стал вторым домом, как и для многих людей, проживающих здесь. Сегодня в стенах этого учреждения на лечении находится 450 человек. И каждый из них чувствует заботу персонала. В интернате регулярно проводят различные культурно-массовые мероприятия, работают кружки по рукоделию, а самые активные пациенты занимаются спортом. Жизнь идет своим чередом.